Здравствуйте! В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог» и я, ее ведущий Сергей Пухачев. В нашу студию мы приглашаем компетентных специалистов, чтобы вместе с ними обсудить волнующие вас темы. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. На сайте телевидения вы можете оставить предложения по тематике будущих программ. А сегодня у нас в гостях заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Алексей Купин и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новгородской области Павел Варфоломеев. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Прежде чем начать разговор, я должен трагическую информацию озвучить. Как сейчас говорят, около 14.30 на перегоне между станциями Синная площадь Технологический институт метрополитена Санкт-Петербурга произошел взрыв. Горячие линии МЧС вы увидите на своих экранах, а мы приступаем, вот как совпало по МЧС беседе. А первый вопрос, который я хотел бы задать вам, Павел Сергеевич, хотя нет, простите. Алексей Владимирович, поясните, пожалуйста, что в городе в нашем связи с этим происшествием делается, по вашей линии? Да, в Главном управлении, как только поступила информация о данной трагедии, была организована работа оперативного штаба. Штаб организовал взаимодействие с Северо-Западным региональным центром МЧС России, с Центром управления в кризисных ситуациях города Санкт-Петербурга. Конечно же, вся группировка Главного управления подчиненных подразделений была приведена в повышенную готовность. Но пока мы отмечаем, что информация о пострадавших жителях Новгородской области в данной ситуации отсутствует. Продолжаем дальше взаимодействовать, мониторить ситуацию. И в каком режиме будет? По мере развития ситуации, потому что что дальше будет пока еще, в принципе, непонятно. Ну и, конечно же, мы все как граждане, как жители соседнего региона, безусловно, соболезнуем всем родственникам, пострадавшим в данной ситуации. А на дорогах что-то будет происходить? Какие-то задержания, осмотры? Ну, это не наше свидетельство. Мы готовы к реагированию по тем ситуациям, которые могут развиваться. Спасибо. Павел Сергеевич, ну, приступая к теме нашей сегодняшней встречи, что сегодня максимально угрожает безопасности людей на водных объектах? Да, здравствуйте. Хочется отмечить, что сейчас главным управлением уделяется большое внимание теме безопасности на воде, так как большинство трагических случаев происходит именно на последнем весеннем льду, когда пропитанный талой водой, пригревающим солнцем, лед тает. И так можно сказать, что он более опасен, чем первый лед в перволёде по осени. Он не издаёт характерных тресков и просто рушится под ногами. Самый безопасный лед – это вот такой голубоватый, да? Да, прозрачного цвета. А если рыхлый, такой лучше? Нужен обычно мутный цвет такой. Да, вот хотелось бы, конечно, сказать, что вот анализ причин гибели и несчастных случаев – это вот как раз происходит по весеннему льду. А именно много хлопот доставляют вот нам рыбаки-любители. Когда сезон открывается? Ну, если говорить о навигации, то навигация открывается с 14 апреля, когда, в принципе, будет доступно плавание на маломерных судах по акватории и наших рек и озёр. Давайте напомним нашим зрителям, сколько человек в холодной воде может обойтись без помощи, не погибая. Ну, если это брать физически, так сказать, крепкого человека, то, находясь приблизительно в воде с температурой 7-8 градусов, может продержаться 2-4 часа. Если брать уже температуру от 2 до 4 градусов, можно от часу до 2. Продержаться, самое главное – верить, что это возможно. И двигаться или нет? Да, конечно, двигаться, создавать тепло. И, конечно, возможен такой ещё, как холодовой шок. То есть смерть может возникнуть намного раньше. Холодовой шок, он обычно возникает от 5 до 15 минут пребывания в воде. Алкоголь усугубляет? Конечно, алкоголь усугубляет, так как люди начинают неадекватно реагировать на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Ну а вот само тепло организма сохранить с помощью алкоголя невозможно? Нет, это… В том случае с «Титаником» известен какой-то то ли повар, то ли буфетчик, который всё время прикрёпывал бренди и оказался среди оставшихся у живых. То есть он выдержал. На самом деле это мнение обманчиво, так как алкоголь вызывает спазм сосудов. То есть это иллюзия? Да. Хорошо. Ну, Валерий Владимирович, Ваша беда на сегодня, насколько я понимаю, ранняя весна – это пал. Да, мы специально попросили вот муссировать эту тему, потому что традиционно сезонные риски для нашей области также обусловлены такими вот традиционными уже складывающимися климатическими условиями, когда исход снега, соответственно, солнце позволяет уже, соответственно, траве высыхать. И традиционно наши граждане начинают активно наводить порядок, как будто при этом доставляют столько бед и себе, и соседям. Поэтому вот на сегодняшний день мы фиксируем уже более 60 палов на территории области произошло. Безусловно, это южные районы – Старорусский, Парфинский, Новгородский, Солецкий, Шимский. Ну, это дачники в основном? Дачники, ну и все жители деревень, приусадебных участков. Поэтому уже есть первые жертвы именно в виде сгоревших построек. Поэтому, конечно, сегодня мы хотели напомнить о тех ограничениях и запретах, которые действуют сегодня в законодательстве и об ответственности. Непременно, непременно вы это сделали. Давайте ответим на телефонный звонок, поскольку нам очень важно и мнение вопроса наших телезрителей. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот у нас резиновая лодка с мотором, с какого числа, с какого дня, месяца мы имеем право уже кататься на этой лодке? И будут ли какие-то ограничения в связи с нерестом рыб? Спасибо. К вам вопрос, да? Навигация, как я раньше сказал, что она открывается с 14 апреля. По нересту рыб я могу сказать, что это не в нашей компетенции, а запретами, непосредственно весенне-зимнего запрета занимается уже рыба-харама. Ну а как вы думаете, то есть резиновая лодка тоже относится к средствам передвижения, плавсредствам или нет? Она, конечно, относится к средствам передвижения, но под мотором, по информации, по законодательству, по нашему, под мотором запрещено заходить в любые поймы 2 километра от берега озера Ильмень. То есть под мотором можно ходить в основном только исключительно по руслам рек. Понятно. Алексей Владимирович, ну вот ответственность. Вы внимательны. Во-первых, это установление особых режимов, особый противопожарный режим, который обязывает реализовывать дополнительные меры пожарной безопасности тогда, когда уже пожарная опасность явно высока, уже есть пожары, уже есть павы. Поэтому Батецкий район на сегодняшний день уже установил особый противопожарный режим. И если административная ответственность для граждан, сжигающих сухую траву или разводящих костры ближе 50 метров от любого объекта, это максимум 1500 рублей, то в условиях особого противопожарного режима это уже до 4000 рублей. Поэтому, конечно, люди недовольны, если наступает такая административная ответственность, но это явное нарушение требований правил противопожарного режима в стране. Даже если ничего не сгорит, никакая постройка. Даже если ничего не сгорит. Это тоже такая иллюзия, потому что ветра весенние, они, к сожалению, статистика полна случаев, когда уничтожается по несколько домов одновременно, ничего не сделать. Поэтому, с учетом того, что пожарной охране тоже еще надо доехать до отдаленных деревень, где как раз там начинаются такие работы весенние, поэтому это все чрезвычайно опасно. В том числе и с точки зрения шалости детей. Поэтому здесь тоже хотелось бы обратиться к родителям, чтобы максимально контролировали ситуацию, в том числе и с детьми. Да, малейший ветерок и может раздуть. Мы сотни раз с вами говорили о том, что это вообще вредно, что это уничтожает фауну и флору, что называется. А с другой стороны, был в свое время такой подсечный огневой метод земледелия, когда пал пускали, потом в залу зерна. На сегодняшний день, вот я вас перебью, извиняюсь, но уже четко, исходя из опыта прошлых лет, когда столько проблем доставляется вот именно в этот весенний период, законодатель четко запретил, однозначно запретил палы, сельскохозяйственные палы на землях сельхозназначения. То есть понятно, что это не сильно полезно? Без всяких оговорок, потому что это все уходит в лес, доставляет проблемы лесной охране, соответственно, в лесу там могут развиваться пожары, что сейчас в Забайкальском крае и происходит. Что касается палов на территориях сельских населенных и в принципе населенных пунктов, то они разрешаются с определенными оговорками, если это безветренная погода, если территория ограждена определенной защитной полосой, перепаханной, если есть первичные средства. Но это никто не выполняет, поэтому можно сказать, что палы запрещены. Понятно. Я на секунду прерву, чтобы напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Александр Купин. И начальник отдела безопасности людей на водных объектах того же Главного управления МЧС России по Новгородской области Павел Варфоломеев. А в эфире диалог. Павел Сергеевич, а в области водной безопасности, там есть какие-то штрафы, ограничения? Ну, школьники вот на льдинах любят кататься, ведь никак их не привлечешь. Ну, хочется, конечно, отметить, что в связи с теплой погодой сейчас на большинстве рек уже, в принципе, лед сошел, но в северной части области еще сохраняется достаточно лед. Но на данный момент, конечно, везде введены запреты выхода на лед. И за нарушение как раз запрета, запрет вводится только решением органов местного самоуправления, санкция статьи предусмотрена от 3 до 5 тысяч рублей штраф. Ну, с родителей, если это школьники, там, на выход, да, и так далее. Ну, с родителей, я скажу, что, наверное, трудно будет удержать. Это необходимо будет вызывать, конечно, их уже в органы местного самоуправления на административные комиссии, но, в принципе, это возможно. Ну, так шутки шутками, казалось бы, нас не коснется. У меня знакомый хотел срезать в районе Бориса и Глеба и провалился по самое, что называется, по подбородок. Взрослый человек. Вот я ему говорю, Владимир, ну, что ж тебе, 5 минут или ты вот весь мокрый. А как, кстати, овести, если все равно провалился? Ну, в первую очередь, конечно, это самое главное, не поддаваться панике. Паника – это злейший враг. Не надо барахтаться, наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела кромка льда все равно провалится. Необходимо расставить руки... Пошире. Да, пошире, чтобы не погрузиться с головой. Опереться руками на лед, постараться принять горизонтальное состояние тела. Одну ногу вытащить на лед и переворотом тела вытащить вторую также ногу на лед. И самое главное, без резких движений отползать в ту сторону, откуда пришли. И хорошо бы с собой иметь, конечно, какой-то шест там, да, вот и... Ну да, это, конечно, также предметы самоспасания, но когда они действенны, когда есть еще один человек, напарник какой-либо. Скажите, Алексей Владимирович, а вот добровольные пожарные дружины, одно время они говорили, есть ли они сейчас и как они оснащены? Добровольные пожарные дружины есть, но вот я хотел подчеркнуть, сейчас мы говорим о том повсеместном нарушении, в принципе, любых требований и правил, вот что по безопасности на воде, что по пожарной безопасности. Это чего это происходит? Если мы сейчас научились пристегиваться за рулем, да, то почему-то еще пока не научились соблюдать меры элементарной безопасности для своего блага? Или заставить одевать шлем, если у него нет подушки безопасности, если он выехал за город, я думаю, есть пределы разного рода законам и указаниям, они должны быть разумны. Вот в этой связи сейчас уже проходит согласование дополнительных норм, запрещающих правила противопожарного режима в Российской Федерации. Это вот правило именно, как вести себя, чтобы пожар не произошел, и как содержать свое имущество и весь процесс. Так вот, предполагается ввести норму уже в ближайшее время об обязании собственников земельных участков производить окостровы в течение всего сезона. То есть, представляете, какая это обязанность будет у каждого. У пожилых людей, у одиноких старушек. Потому что это бич ежегодный весенний, с этим ничего не поделать. Поэтому плюс вот те, которые с добрыми намерениями пытаются все-таки поджечь, вот столько бед приносят. Поэтому на сегодняшний день мы просто категорически обращаемся. Ни в коем случае не разводить открытый огонь весной. Не нужно. Звонок. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. А вот вопросик такой возникает по поводу вашей передачи. Вот в Алтае очень много заброшенных домов. Участки захламлены, завалены, уже по три года трава не косится. Там кусты сухие. Водят бомжи все. Любая спичка весной. Вопрос-то в чем? Вопрос понятен. Добрый вечер. Да, да, мы слышали. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Именно состояние населения пунктов. В этой связи тоже вот уже есть ряд нововведений. Уже с 1 марта 2017 года действуют специальные новые нормы, которые обязывают всех пользователей земли, любых участков земельных, но соприкасающихся с лесным массивом, приводить их в очищенное состояние, либо проводить минполосы. Это, конечно, связано с той пожарной опасностью, который может, в первую очередь, летом происходить уже в контексте опасности лесных пожаров. Казалось бы, весна, все наполнено водой. То есть не пожароопасный период, не август же. Ну вот, практика показывает, как только светит солнце, то статистика палов травы, она, соответственно, зашкаливает. Силы средств пожарной охраны отвлекаются на тушение этих, соответственно, мероприятий. И населенные пункты остаются в определенной степени оголенные. То есть силы средств уже с отдаленных адресов должны приехать, если на реальный вызов. В этой связи, вот только за, к сожалению, вот за последние сутки в нашей области погибло 5 человек. 5 человек? Вчера в Пестовском пожаре в частном жилом доме двое неработающих граждан употребляли спиртные напитки. Вместе с двумя гостями все вчетвером, соответственно, уснули. И на плитке было оставлено при приготовлении пищи, вот подгорание, потом загорание непосредственно рядом расположенных там горящих поверхностей, стены, привело к тому, что люди просто задохнулись. Все четверо? Все четверо. Такой же гражданин сегодня примерно по такой же ситуации произошла в Парфенском районе. Неделю назад такая ситуация была в Чудовском районе, где уничтожен огнем двухэтажный деревянный 22-квартирный жилой дом. Ну, во всех этих пяти случаях неврежность, по-моему, да? Везде человеческий фактор. Поэтому, конечно, мы тоже здесь хотелось бы ориентировать всех на такую чрезмерную опасность, на тех соседей, которые неблагонадежны, обращать внимание, вызывать службы, соответствующие для проведения профилактической работы. В конце концов, это тоже люди, они тоже хотят жить, поэтому надо. Хорошо. Павел Сергеевич, у вас такая же удручающая статистика или все-таки нет? Ну, если брать по сравнению с прошлым годом, конечно, в этом году погиб один человек в результате провала транспортного средства. Налет это в Валдайском районе. В машине? На тракторе. Да, но в прошлом году погибло три человека. И вот как раз хочется отметить, что двое из них было дети. Вот самое такое. Да, катались на льдине, провалились в результате. И это где, в каком районе? Это в Волотовском районе как раз было. Здесь, на Волхове, так все... На Волхове такого не было, но если брать так же опять прошлые годы, то это и в Старорусском случае были, и на реке Веронда, это в Новгородском муниципальном районе. Ну, наверное, в школах-то вы ведете профилактическую работу, да? Такая работа ведется постоянно, и как же... Обязательно учителям так же оставляем памятки для детей, и учителям говорим, чтобы постоянно напоминали. Но здесь, конечно, убедительная просьба родителям, чтобы в первую очередь они сами объяснили детям, чем опасен весенний лед. То есть самое, казалось бы, детское развлечение, да, ручьи там, то есть все на льдинах, но действительно это опасно. Да, и такая шалость может закончиться от трагедии. У нас совсем не осталось немного времени, Алексей Владимирович, значит, вот, чтобы выполнить задачу, ради которой вы здесь появились, может быть, еще раз скажете, куда обращаться, как звонить, что грозит? Ну, вот говоря как раз о добровольцах, такая главная мысль, что на сегодняшний день нельзя быть отрешенным от всех вот этих вопросов. То есть все любые граждане, живя, должны, конечно, видеть потенциальную опасность. Если что-то происходит, то нужно в первую очередь сообщить об этом по телефону 101 по телефону, соответственно, мобильному 112, и четко назвать адрес, ситуация уже будет под контролем. Ну, и, конечно, не оставаться безучастными, если вы сами в своей деревне, и происходит такая неконтролируемая ситуация. Конечно, тут нужно всем коллективам там созывать соседей, принимать первые меры, которые позволят уже предотвратить развитие там пожара. А 112 это общий? Или только про пожар? Это телефон вызова экстренных служб, 112. И в вашем случае тоже? Также. 112? 101 с мобильного, да. 101 с мобильного? 101 с мобильного. Спасибо вам большое. Ну, что ж, это очень важная информация, я думаю, что наши телезрители воспримут ее, и желаю вам, кстати, не гореть и не тонуть, хотя бы и в этот период быть максимально осторожным. Еще раз благодарю вас за визит. Спасибо. А вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Это был диалог, смотрите нас по будням в 19.05. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»